Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина, я нахожусь в Леруа. Сегодня завоз, сегодня суббота. Я ждала около двух часов этот завоз. И вот стоит красотка, я ее называю египтянин. Кто-то говорит, что просто египетская. Это, знаете, это надо посмотреть, как правильно египтян, как правильно переводится. Вот она здесь стоит и очень много красивых поленопсисов. Стоит вот что-то похожее на Рауля, но это не Рауль. Их прям несколько. И сейчас я вам покажу, что уже нашли какую красоту. Привезли фантомов, прям несколько фантомов стояли. И сейчас еще стоят фантомы. Вот он, красавец. Ой, отсвечивает у меня снова камера. Красавец. Радуга, вот девушка нашла. Радуга одна, по-моему, была. Вот она. Много симпатичных орхидеечек привезли. Спасибо. Горшочки политые, предупреждаю сразу. Они мокренькие такие вот. Вот такие вот пандочки зелененькие стоят. Ой, поехали, поехали. Поехали. Ой, какой беглипчик стоит. Потрясающий. Ой, посмотрите, беглип, мелодия, который похож на мелодию, и беглип. Очень красивый. И стоит вот такая вот малышка тоже. Первый раз вижу такую красавицу. Горшочки, по-моему, на этот раз не написаны. У этой малышки цветочки небольшие, сантиметров шесть. Смотрите, какой беглипчик, да. Стоят и Денверы стоят. Денвер много. Это вот эти вот с розовым венозным рисунком. Ой, не могу достать. Ну, в общем, вот они крепко стоят они в палетке. Так, желтенькие минички хотела вам показать. Ну, они может и не минички, они может вырастут стандартных. Так, сейчас я не вижу ни одну. Вижу такую, кстати, салатовую. Очень симпатичный, разбеленный салатовый цвет с розовой, с малиновой губой. Не вижу желтенькие, которые хотела показать. Наверное, их уже все разобрали. Сейчас, сейчас я посмотрю. Ой, вот сейчас я вот эту красоту вот. Она отложенная. Вот, фаленопсис, который очень похож на альбуфиру, но это не альбуфира, а в цветовой гамме очень похож. Но только у него фон, по-моему, более зеленоватый. Вот тут еще и фантомчик отложен. Вот такая вот красавица отложена. Интересный у нее цветочек. Вот такую миничку, вот эту миничку хотела показать. Вот таких вот несколько привезли. А вот она, вот со стороны, я вижу такую. Ну, очаровательная малышка. Просто чудо. Но, знаете, ну, по по размеру кустика, это не очень-то мини. Прямо на нормальных, хороших размеров, прям кустик. Вот еще такой беглипчик отложен. Здесь народу много, и все прям выбирают, выбирают филейки, а я только и успеваю снимать. Вот какая красота здесь. Еще анцидиумы стоят. Да, вот этого беглипчика я уже сняла. Спасибо. Анцидиумы стоят потрясающе. И вот такой маленький. Маленький, прям вот, прям вот. Прям маленький, прям маленький. Вот видите, я его рукой держу. По сравнению с рукой, какой он маленький. Чудо. Там наверху Синвидиумы стоят в коробке. И еще вроде Солид Голл должны привезти. Все-таки фантом какой красивый. Очень красивый. Потрясающей красоты фантом. Тут на низу стоит еще и мельтассия. Кстати, вот я как-то однажды назвала ее правильно, мельтассией. А потом, до и после, снова начала называть брасией. На самом деле, правильно это мельтассия. Потому что это гибрид мельтонии на брасию. Поэтому у нее вот такая вот широкая губа, как у мельтонии. А все остальные лепестки у нее, как у брасии, у этой орхидеечки. А у брасии губа тоже маленькая. Ну, такая узкая, как лепестки. Меня еще зрительница моя поправила. Спасибо большое Ирине Ханиной. А то вот так вот начинает что-то называть, что-то вылетает из головы, что-то забывается. И, ну, брасии, брасии. На самом деле нет, это мельтассия. Ну, а это Sweet Sugar, по-моему, или Dancing Lady. Ну, в общем, это анцидиумы. Потрясающий, да, сте? Желтые, 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 красивые так. Ну, тут две бульбочки. А у Нитаси, кстати, вкус хороший, между прочим. И там еще стоит зигапиталум. Кстати, привезут еще один стеллаж. Стеллаж обещали, еще один вывезти стеллаж. Так что мы еще ждем орхидейки. Вот такой вот зигапиталум. Красивый. Очень красивый. Фаленопсис и стоит что-то 400 с чем-то рублей. Ну, в районе 450 рублей. Зиг, я не знаю, сколько стоит камбри сейчас. Не знаю. И тут еще одна мельтассия. Но уже с желтой губой. Или, погодите, да, по-моему, да, это тоже мельтассия. Да, уже с желтой губой. Красотка. Очень красивый цветочек. И у нее тоже, в принципе, неплохой кустик. Довольно вкусненький. Красавец. Красавец с румяными щечками. Вот здесь еще вот такой стоит. Красавец. И вот такой есть фаленопсис. Салатовый. С желтой губой. Привезли. Вот такой вот замечательный пилорик. Еще девушка нашла. Такой красивый. С защипчиками. Не только с загнутыми лепестками, но еще есть и защипчики на лепестках. Очень красивый. Народу вокруг много. Все выбирают орхидеички снова. Красота. Вот такой вот красотун. Отложен красотун просто. Вот такой вот. Чуть-чуть. Вот этот цветочек, чтобы я сняла. Здесь даже на камеру не видно красоты. Этого цветочка. Глубины всего этого цвета. Очень красивый. Ага, спасибо. Вот еще какая тут красотка стоит. Яркая. Я не знаю, может быть, эти орхидейки будут дороже. Они здесь немножечко... Уже у них цветоносы повыше. Или же они пойдут по этой же цене. Пока не знаю. Это все надо уточнять. Тем более вот даже вот этот цветок, например, огромный, огромный просто цветок. И высокий цветонос. Смотрите, вот по сравнению с моей рукой, почти как ладонь. Так. Purple Rain стоит красотка. Там пятнашечки беленькие. Ну, здесь милечки уже стоят. Малышки. Violet Queen стоит красавица. Sunshine стоит. Солнечный свет. Беленькие стоят. Sunshine Smart стоит. Лиеки. Розовенькие. Так, сейчас я другую Лиеки возьму. У которой цветочки видны. Ой, что-то губа у нее сломана. Вот она, малышка. Ой, цветочек мелкий. Дрожит в руке? Еще я вижу вот такую вот малышку, очень красивую, кстати. Они все красивые. Вот. Такое интересное у нее. нежный, нежный, нежный цвет. Сейчас, секундочку. А тут спустили цимбидиумы. Очень красивые цимбидиумы. Какие они красивые. Боже, какие они потрясающие. Королевский цветок. Королевский. Просто, просто потрясающий цветочек. И все разные. Вот этот уже желтоватенький. Вот рядом был розоватенький. Этот желтоватенький. Пока все стоит на стеллажах, пока не переставили их ценников, нет на этом стеллаже. И поэтому я цену вам не назову цены. Цену совсем уже заговорилась. Не назову. Так, вот. Целенький цветочек. Красавец. В прошлый раз цимбидиумы были в пределах 1400, по-моему, рублей. Иногда они в пределах 1900 рублей. То есть это вот всегда, ну, по-разному. Вот такой вот рыженький. Потрясающий. Этот даже он какой-то кирпичный, кирпичного оттенка. А рыженький вот этот вот. Желтоватый, рыженький. Очень красивый. Еще один розовенький, но уже другой. Тут еще один желтенький отвернулся. Красавцы. Просто красавцы. Так, а еще посмотрите, какой здесь стоит красавец. Очень красивый цветочек. Просто потрясающий цвет у него. Фантомы, кстати, все уже разобрали. Их было несколько. И все, теперь уже за 10 минут не осталось фантомчиков. Стоит вот этот вот хорошенький. И буквально, буквально один остался вот такой желтенький. По-моему, один остался он. И привезли, кстати, вот таких вот красоток еще. Вот такой вот оттенка нежного розового. И с таким, такой приятной формой лепестков. Очень красивый цветочек. Их тут несколько прям. Они стоят вот наверху пока что. Это розовенькие красотки. Можно салатовые красотки. Белые. Сегодня завоз совсем небольшой. Но такой вот очень красивый. Очень, очень красивый. Вот эту красотку поставили на место. Так что если вдруг она кому-то приблинулась. Она вот стоит здесь. Пока с таким необычным окрасом. И стоят еще несколько вот таких крупноцветковых темных фалинопсисов. Он сейчас от вспышки у меня выбеливается. На самом деле он темный. Очень темный. И довольно крупноцветковый. И, кстати, я сейчас залезла в онлайн переводчик. И Egyptian. Вот этот вот фалинопсис. Кстати, вот еще спрашивали, может быть это golden fish. Но, по-моему, это Egyptian. Ну, в любом случае, даже если это не Egyptian. То, что у нас называется египетская. Правильно переводится египтянин. То есть я правильно перевела название этого фалинопсиса. Но, по-моему, это он и есть. Ничего тут не написано. В прошлый, то ли позапрошлый раз привозили их. Такой рыжий фалинопсис называется египтянин. Желтенький красавец. Просто красавец. Чудо. Так, и еще вот такой вот стоит тут. Немножко у него цветочки в ворскоряку. Вот он же хорошенький. Желтый с малиновой губой. Народ уже потихонечку рассосался. Все уже выбрали себе офигеечки. Пошли радостные по домам, по делам. Я тоже уже пойду домой монтировать видео. И, кстати, вот меня спрашивают очень часто, когда в Леруа привозы. В Леруа привозы, во всех Самарских Леруа, привозы по пятницам. Но это, если нет никакого форс-мажора на дорогах. А сейчас морозы, сейчас форс-мажоры есть всегда, к сожалению. И вот, например, сегодня суббота, привезли орхидей сегодня. То есть вот никогда не угадаешь. Спрашивают, во сколько привоз. Этого я не могу никогда сказать. Я точно так же, как и вы, не знаю, во сколько привоз орхидей. Я просто прихожу, и все. И иногда, вот что в прошлый раз, я почти два часа стояла, ждала в пятницу. Вот пришла днем, ждала два часа орхидейки. Сегодня с утра пришла. И я, и еще несколько женщин тоже сегодня пришли. Потому что вчера вот, вчера сказали, что орхидей задерживает. Машина приедет в первую половину дня в субботу. Ну вот, мы пришли сегодня в субботу. Все в надежде на новый завоз пришли с утра. И вот тоже, тоже около двух часов. Вот я лично, и еще женщина. Около двух часов мы снова стояли и ждали. То есть, никогда, никогда не угадаешь, во сколько приедет машина. Более того, когда машина приезжает, орхидейки еще не сразу выгружаются в зал. Потому что их машину разгружают, цветы что-то там проверяют. Ну, в общем, люди делают свою работу. И только спустя, в лучшем случае в течение часа, после того, как машина приезжает, цветы вывозят в зал. А инорас вот и в течение двух, а то и трех часов. Так что, всякое бывает. Вот такая красота сегодня. Ну, то есть, приходится просто прийти и ждать, если есть время. Ну, часто, конечно, времени тоже не бывает. И в Кастараме такая же ситуация, кстати. Также вот приезжаем. Я, когда вот у меня бывало время, особенно в отпуске, тоже приезжала. И тоже и другие архаманы приезжали. И тоже час, полтора, два часа стояли и ждали. И сейчас тоже, кто вот ездит в Кастараму, тоже приезжают и иной раз ждут. В Кастараму можно позвонить на общий колл-центр, номер общего колл-центра. Но там единственное, что там могут сказать, будет машина, не будет машина. Ну, так же, как и здесь, в принципе, если спросить у сотрудника Леруа. А во сколько будет машина, там тоже никогда, это никогда неизвестно. Ну, вот такое у меня сегодня видео. Надеюсь, оно было вам интересным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии, не стесняйтесь. И вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочка на нее найдете под видео в описании. Всем пока! Так, я снова включилась, чтобы сказать, что вот этого фандома не забрали. Стоит один фантом. Ну, во всяком случае, вот пока я здесь вот собираюсь уходить, он здесь стоит. И единственное, у него вот три листочка. Здесь мало корешочков. И девушка просто побоялась, вдруг там вот на шейке гниль. То есть вот такой вот экземплярчик стоит. Их цимбидиумы стоят в районе двух тысяч. Тысяча девятьсот, то ли тысяча девятьсот с чем-то. Ой, красавец. Маленький, маленький красавец. Ну все, теперь точно всем пока. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok